Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики! Я на набережной, 31 декабря. Осталось совсем немного до уходящего года, 2022 года. Я хочу подвести итоги, итоги своей жизни. Я благодарна Вселенной и Богу за этот прожитый 2022 год. Сколько всего было нового в моей жизни, сколько достигнуто целей. Были очень интересные моменты, плохие моменты, вы сами знаете. Я их отпускаю мимо себя, стараюсь меньше всего участвовать, чтобы не оставлять их в своей памяти. Также это замечательно, когда ты с любовью осознанно можешь подвести итог и выйти на следующий уровень, к новым целям, к новым желаниям. Дорогие друзья мои, дорогие, желаю вам всего самого прекрасного, самое главное, мирного неба вам над вашей головой, мира вам в душе, доброты, жизни, радости. Ищите любовь во всем, в этой травке, в этой кошечке, в этом солнышке, в этом дождике, в этом деревце, во всем. И в каждых людях ищите только хорошее. Не бойтесь, но и остерегайтесь. Как я вас всегда учила, идите мимо, проходите мимо, негатив, не подпускайте его близко. Если что-то в вашей жизни произошло, поплачьте, понервничайте, пострадайте и отпускайте этот негатив дальше. Мои дорогие, я так хочу, чтобы каждая из вас были счастливы, чтобы вы просыпались и рядом с вами были любимые ваши люди, ваша семья. Чтобы вы жили в любимом доме, в вашем доме, уютном, где вам лучше всех на свете, в любое время суток. Чтобы вы бежали домой, как в свою крепость. И она вас охраняла, оберегала, чтобы каждый человек был в своем доме, не скитался, не бежал от войны, от злых людей, от обид, от разочарования, от ссор, от побоев. Я вас очень всех люблю, вы для меня каждый ценный, вы со мной уже на протяжении нескольких лет. Кто-то уходит, кто-то новый приходит, добро пожаловать, а кто уходит, счастливой дороги, найдете более достойных блогеров, которые интересны вам. Я никогда не против этого, потому что и у меня меняются взгляды на жизнь, на людей. Сегодня мне нравится один человек, завтра мне нравится другой человек. И я отпускаю всех с добротой и наилучшими пожеланиями. Друзья мои, я чувствую, что 2023 год будет для всех нас таким прорывом. Только верьте в себя, в свои силы, в Бога, Вселенную. Думайте каждый день и проговаривайте, как только проснулись. Я абсолютно здорова и счастлива. Каждый день, как молитву, проговаривайте эти слова. Это магические, волшебные слова. И ваши все болезни уйдут подальше от вас. Ну и, конечно, это не волшебство, не магия, если вы будете проговаривать и будете неправильно жить, неправильно питаться, неправильно относиться к окружающему миру. Ну и, конечно, это все слова впустую. Я сейчас вам говорю, как диктор на центральном телевидении, но говорю вам об этом, и слезы мои текут ручьем. От того, что я сейчас вам это все рассказываю, желаю от моего чистого сердца. Будьте счастливы, будьте здоровы, будьте любимы. Еще раз повторяю, берите положительные эмоции от окружающего мира. Даже море сейчас не смотрите, какое. Но оно по-своему замечательно. 2023 год скоро-скоро начнется. И мы с вами встретимся с новыми силами, красивыми, эмоционально настроенными, положительными. Все будет у нас хорошо, замечательно. По-другому никак не может, мои дорогие зрители. Люблю вас. Ценю. И не забудьте подписаться на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если у вас возникнет желание, станьте моими спонсорами. Для этого есть кнопка спонсировать под видео. А если вы хотите просто один раз меня порадовать под каким-либо видео, можете кликнуть на суперспасибо. Я буду очень вам благодарна. Ведь мы должны каждый день сеять кармические семена. Всего вам хорошего. До скорой встречи. Ну, а сейчас закончим на пожеланиях, поздравлениях с наступающим Новым Годом. Я перейду к теме моей, чем я занимаюсь сегодня. Друзья, милые мои, дорогие. Канун уходящего года моя душа и тело так захотело выйти на улицу. Я не была на набережной, можно сказать, неделю. Дела, дела не заканчиваются. Особенно я работаю над техниками, загадываю желания, рисую нейрографику, магическую нейрографику. Сегодня вечером мой муж меня пригласил на новогоднюю ночь в ресторан. Он находится рядом с нами. Мы будем одни. Друзья нас не поддержали, так как им показалось, что дорого очень. Нам с мужем всегда хорошо в компании друг с другом. Поэтому, кто хочет, пожалуйста, присоединяйся, пускай у кого какие-то другие планы. Бог всем, друзья. Конечно, сегодня я не буду готовить ничего. Сейчас у меня утки в солевом растворе. Так как 2-го числа я жду гостей, моих близких друзей, семью моей подружки, которые еще не были с семьей у меня в доме. Поэтому 2-го числа я планирую пригласить гостей. Ну и, естественно, сегодня у меня такой день уборки, подготовки, себя любимой. После этого попугайчика столько мусора с утра. Каждый день нужно пылесосить. То, что он кушает, крылышками машет. И все это у нас вокруг посыпается. Все на полу. Я так хотела сегодня выбежать на улицу. Ведь я каждый год делаю этот ритуал. И отпускаю, отпускаю. Все свои эмоции в этот прекрасный мир. Мои дорогие, драгоценные подписчики. Выбежала с дома. Знаете как? Выбежала из дома. А кто-то еще и купается. Кто-то еще и купается. Очень опасно. Такие волны. Ребенок купается. Куда он? Или он? Непонятно. Вы знаете, какие новости сейчас беспокоят? Посмотрите, как далеко он заплыл. Какие новости сейчас беспокоят всех окружающих? Прекратили выдачу временной прописки. Утверная из них. И это, конечно, самая главная тема. В каких целях это все сделано, чтобы снизить стоимость недвижимости и аренды. Мы вчера с мужем разговаривали. Он говорит, что если аренду сдавали 5-6, а он просит, чтобы они освободили, потому что есть такие люди, которые дают 15 тысяч. Конечно, все соседи уже тоже ориентируются на это. Выгоняют своих жителей. И турки возмущаются. Турки возмущаются. Поэтому гражданам Российской Федерации приостановлена выдача в НСЖ. И многие уедут отсюда. Если после отказа они еще здесь, то их депортируют штрафы. Очень большая проблема. Но вот этот ребенок, что там, меня это очень беспокоит. И все смотрят на него. Ну, герой такой. Ну, а я, друзья мои, посижу сейчас и пойду домой. Спасибо вам за просмотры ваши. Друзья мои, с наступающим Новым Годом вас. Мы с Ашкином идем в ресторан. Юляшкин, Юльберас. Елбашим. С Новым Годом наступающим. Елбашим, Юльбашим. Смотрите дальше, видимо, приехали. Елбашим, Ашкин. У меня сегодня такой лук. Черный, с жемчуг и красной помадой. Скромненько, классический. И макияж красивый. Такое настроение, знаете, когда куда-то идешь ты, не возишься дома. Не, знаете, как, ну вот чувствуется настоящий праздник, когда дома ничего не делаешь, только уборочку сделаю и все. Нашего мавиша оставили. Ну все, мои дорогие, мы пошли. Ну все, мои дорогие, мы пошли, друзья мои, усели. Сейчас покажу вам. Вот так выглядит зимой, я тоже, баллончик. Друзья мои, знаете, что? Хочу вам сказать. Пока еще не все пришли, но красиво, правда? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok